Продолжение следует... Привет всем! Я Марко Сьери, шеф-повар из Италии. Я расскажу и покажу вам, как приготовить несколько традиционных итальянских блюд. Сегодня я буду готовить ризотто с креветками и кабачками цукини. И еще делать тесто для любимых итальянских хлебцев – гриссини. Начну с теста для гриссини. Мне понадобится 250 граммов муки цесна высшего сорта, 10 граммов дрожжей, соль и немного сахара. 25 граммов оливкового масла. Для приготовления теста я использую муку цесна. Она отличного качества и идеально подходит для выпечки итальянского хлеба. Окей. Муку насыпаю горкой на стол и делаю в ней небольшую лунку. 140 граммов воды. В теплую воду добавляю дрожжи и хорошенько размешиваю. Важно, чтобы дрожжи были хорошо растворены в воде. Наливаю половину получившейся смеси в лунку. Добавляю по чайной ложке соль, сахар. Беру вилку и хорошенько перемешиваю. Теперь добавлю прямо в тесто оливковое масло. 20-25 граммов. Лишним оливковое масло здесь не будет. Если перельете, добавьте немного муки в цесна. Вот и все. Это классический рецепт туринских грисинь. Турин – город на севере Италии, где, как говорят, придумали однажды хлебные палочки. Из этого объема теста можно получить 10 больших грисинь или 15 штук небольших хлебных палочек. Я уже говорил, что тесто нужно довести до состояния полной эластичности. Оно не должно прилипать к столу. Месим обычными движениями, так как месит тесто везде. Сейчас, конечно, мало кто в Италии месит тесто руками. Используют специальные машины для замеса теста. Но руки, они дают другой вкус. Тесто должно стать эластичным и не прилипать к столу и рукам. На это понадобится 15-20 минут. Покрываю противень пергаментной бумагой. Поливаю оливковым маслом. Разравниваю кусок теста. Выкладываю на противень и поливаю маслом еще сверху. Чтобы тесто не растрескалось, когда будет подниматься. Накрываю тесто пищевой пленкой и отправляю растаиваться на 1 час при комнатной температуре. А выпекать наши грисини мы будем уже в следующей программе. Не пропустите! А сейчас приступим к ризотто с креветками и кабачками. Мне понадобится сельдерей, морковь, кабачок, зеленый лук, репчатый лук, чеснок, рис сорта Арборио и полстакана белого сухого вина. Немного сливочного масла. Мы его добавим в конце. Оливковое масло, перец и соль. Прекрасно! Сначала надо сделать бульон. Для этого мне понадобится стебель сельдерея, морковь и луковица. Итак, приступаем. Лук в бульоне даст только аромат, поэтому просто разрезаю его на две части. Конечно, овощи надо хорошо помыть и почистить. Морковь тоже режу крупно. Беру стебель сельдерея. Его надо слегка раздавить большим ножом. О, совсем забыл про помидоры черри. Они отлично подойдут для приготовления бульона для ризотто. Дадут и цвет, и вкус. Помидоры надо порезать на 3-4 части. Для приготовления бульона можно использовать обычную кастрюльку. А само ризотто я буду готовить в сковороде с толстым и антипригарным покрытием. Итак, кастрюля или большая сковородка. Немного оливкового масла, и не надо ждать, когда посуда нагреется. Сразу выкладывайте туда все овощи, кроме помидоров. Лук, морковь, сельдерей. Все хорошенько помешаю и жарю пару минут. Добавляю соль, перец. Когда овощи немного зажарились, наливаю воду. Теперь в кастрюлю отправляю помидоры. Бульон будем варить на медленном огне 45-60 минут. Теперь креветки. У меня несколько больших тигровых креветок, которые я предварительно разморозил. Креветки надо почистить. Это очень просто. Берем креветку за голову и отделяем панцирь. Если вы любите креветки, можете добавить их в ризотто побольше. Я взял из расчета 80 граммов креветок на порцию. Всего 150 граммов на две порции. Теперь я почищу лук. Мне понадобится совсем немного лука. Четвертинка средней луковицы. Режу лук как можно мельче. Я беру дольку чеснока и раздавливаю ее ножом. После того, как я обжарю чеснок, я уберу его из сковороды, чтобы вкус и аромат остался, а противный вареный чеснок нет. Вот так. Посмотрите, я доблю чеснок. А сейчас надо порезать кабачок. Это очень большой, и мне хватит его половины. Вот так. Вырежу середину, которая при приготовлении будет развариваться. Оставшуюся твердую часть надо порезать мелко. Кубиками или пластинками. Кому как больше нравится. Креветки можно резать как угодно. Можно крупно, можно помельче. Можете кубиками или полосками. Я порезал такими средними кусочками. Важно убрать у креветок так называемую черную вену. Разрежьте спинку и уберите черную вену. Если не уберете, креветки будут горькими. При приготовлении ризотто есть две фазы. Первая фаза. Жарим креветки. Наливаю на сковородку немного оливкового масла. И отправляю туда лук. Раздавленный чеснок. Немного обжарю лук. И добавлю креветки. Через минуту можно убирать чеснок. Он дал маслу свой вкус и аромат. Еще пару минут добавляю в сковородку вина. Четверть стакана белого сухого вина. Алкоголь в процессе приготовления испарится. Не переживайте. После того, как вино испарилось, креветки почти готовы. Я выложу их в отдельную посуду. Теперь займемся рисом. Снова нужно порезать лук. Мелко-мелко режем. Наливаю на сковородку немного оливкового масла. Отправляю туда лук. И жарю его примерно минуту. Сковорода на среднем огне. Теперь добавляю в сковороду наш рис. Он помыт и обсушен. На две порции ризотто потребуется две вот таких чашки риса. Примерно 200 грамм. Жарим, помешивая. Рис примерно две минуты. Потом добавляем туда остаток нашего белого вина. Четверть стакана. Запомните. Главное в приготовлении ризотто все время мешать рис. Все время. Не останавливайтесь. Вот. Вино испарилось. Теперь я добавляю в ризотто бульон. По одной поварешке постепенно. В процессе приготовления ризотто не должно быть жидким. Бульон надо добавлять в сковородку еще и еще по мере испарения. Бульон должен быть горячим. Это очень важно. И не забывайте все время помешивать ваше ризотто. Минут через 7-10, когда рис доведен до полуготовности, добавляю туда креветки и кабачки. И продолжаю варить ризотто. Не забудьте выпекать наши грисини. Мы будем уже в следующей программе. Не пропустите. Привет, Марко. Привет. Как дела? Хорошо. Здравствуйте. Я Тимур. Я давно занимаюсь вином. Это моя работа и мое жизненное увлечение. То есть подобрать правильно вино к еде, я считаю, это не только искусство, но это и как бы подразумевает какие-то теоретические знания. А что у нас сегодня? Что мы едим? Это ризотто с креветками и кабачками. Выглядит и звучит очень вкусно. Традиционное итальянское блюдо. Я думаю, нужно нам какое-то традиционное итальянское вино. И так как блюдо выглядит все-таки оно легкое. Это не красное, не тяжелое мясо. Я думаю, мы сейчас подберем что-нибудь удачное. Креветкам, цукини, ризотто. Лучше всего, я думаю, подойдет что-то молодое, без использования дубовой бочки и с хорошей выраженной такой хрустящестью, кислотностью. И кажется, у меня здесь есть одна бутылочка, которая подойдет. В данном случае это тосканское пиногриджо и шардоне, бленд, то есть купаж, от очень известного производителя Банфи. Оно достаточно молодое, 2010 год. Вот сейчас мы его откроем и попробуем, как это будет друг с другом играть. Способов открытия вина очень много. Я предпочитаю его открывать на весу, для того, чтобы далеко не отходить от стола, чтобы люди видели, что, то есть, когда я открываю, в то время, как я открываю, могли смотреть на этикетку. Еще очень важно, когда мы открываем вино, пожалуйста, обратите на это внимание, а капсулу нужно срезать именно вот здесь вот, внизу. Оно как бы само по себе просится срезать ее вот здесь, вот где верхняя ступенька. Но, если, допустим, если срезать здесь, где верхняя ступенька, мы наливаем вино попробовать, потом переворачиваем бутылочку, капельки затекут под капсулу, и потом, когда в следующий налив, крошка может попасть в фужер, и это нежелательно. Графте, попробуй. Буриссимо. Отлично. Значит, теперь, когда Марко попробовал, я хочу пару слов сказать о том, что он там пытался посмотреть, и о чем он, что он действительно пробовал. Я много раз видел здесь, особенно в Алма-Ате, такое случается, что люди, в ресторанах особенно, пробуя вино, они считают, что им дают вино попробовать для того, чтобы дать понять, нравится оно им или нет. На самом деле, когда сомелье или официант наливает вино, он дает вам шанс почувствовать, если там есть какие-то очевидные дефекты, как-то пробка или сероводород или что-то еще. В данном случае вино чистое, вино можно пить. Значит, также еще пару слов надо сказать о том, что вот Марко посмотрел на просвет, что мы можем в вине увидеть. Пару слов буквально, прежде всего мы можем оценить цвет. Здесь немножко неудобная поверхность, но если рассматривать именно цвет, то нужно смотреть на белом фоне, и тогда можно достаточно адекватно понять, какого цвета вино. Из этого можно сделать какие-то первоначальные выводы по поводу сорта винограда, по поводу уровня алкоголя, по поводу выдержки. То есть, тоже пару слов надо сказать по поводу выдержки. Белое вино со временем имеет тенденцию к потемнению, красное – к посветлению. То есть, если бы сейчас я мог бы посмотреть цвет, ну, тут понятно, что вино достаточно молодое. Ну, Банфи достаточно знаковый производитель именно из региона Тоскана и знаменит своими купажированными винами. У них есть своя линейка вин купажированных, то есть, это в стиле супертосканских, то есть, основанных на Сан-Джевезе, если говорить о красных винах, на Сан-Джевезе, ну, и с добавлением, естественно, французских сортов винограда, таких как Каберне-Савиньон, таких как Мерло, Каберне-Франк. А в данном случае мы имеем очень такой интересный купаж. Это купаж, бленд, как угодно, Шардоне и Пиногриджио. Ну, Шардоне – это международный сорт винограда, Пиногриджио – это более местный сорт винограда, отличается яркостью, отличается свежестью, отличается, так называемой, хрустящестью, то есть, кислотностью, выраженной кислотностью. Окей, ризотто готово. Оно должно быть кремовой консистенцией. Ни в коем случае не сухой. Достаточно жидкое, но не как суп. Последний штрих. Снимаем ризотто с огня, добавляю немного сливочного масла и снова перемешиваю. Ризотто должно пару минут отдохнуть. Кстати, вот эта кремовая текстура в блюде, именно вот здесь, я так думаю, порядка 50% шардоне, именно шардоне очень хорошо играет вот с такой вот сливочной кремовой текстурой. Можно начинать пробовать. Можно добавить в тарелку с ризотто свежий черный перец, немного оливкового масла, совсем чуть-чуть, для вкуса. Так, ну, что, чирс, попробуем? Очень удачный получился купаж именно вот с этим блюдом. Очень удачно подобралось вино, то есть кремовость шардоне как-то заиграла с соусом, основанным на сливочном масле, а пиногриджио, натуральная кислотность, она играет как освежающий фактор. Браво! Очень хорошо! Субтитры подогнал «Симон»